Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас программа встречи с депутатом, сета депутатов городского округа Люберцы Вячеславом Губиным, с которым мы поговорим о депутатской деятельности, а также коснемся и его работы в райпотребсоюзе. Назовем это так коротко. Почему? Потому что тут целый юбилей нарисовался. В общем, обо всем поговорим. Почему? Потому что наши депутаты, напомню, городского округа Люберцы, это люди, которые депутатством занимаются параллельно с основной деятельностью. Кстати, насколько у вас хватает на все это время? Здравствуйте! Здравствуйте! Удается все это объединить, потому что моя основная работа связана с социальной деятельностью. И, соответственно, депутатская работа. Удается все это совмещать удачно. Я так понимаю, что депутаты, по крайней мере, уже много лет, и прошлый созыв, и нынешний созыв, еще депутаты могут как-то, опять же, кооперироваться друг с другом и решать какие-то проблемы по профессиональным, скажем так, направлениям. И в разных же, скажем, проблемы иногда могут быть в округе, где есть несколько депутатов, которые решают вместе. То есть таким. Да, потому что у нас многомандатный избирательный округ. В каждом у нас, у нас Люберецкий район, городской округ поделен на 8 избирательных округов. В каждом по 4 депутата, поэтому мы, конечно, взаимодействуем, помогаем и поддерживаем друг друга. Да, вот поговорим сегодня о депутатской деятельности, и тут у нас отгремело 400-летие, по крайней мере. Ну, в любом случае, год-то еще продолжается, наверное, еще будут какие-то события. Они были как бы спланированы на весь год. Но, тем не менее, мы видим и дороги. Значит, наш Октябрьский проспект вот таким стал неожиданным. Я, по-моему, впервые сегодня проехался. Мало того, что в Люберцах по-новому, и еще в Москве открылась хорда. То есть как будто бы в других городах ехал. Что приятно, наверное. Но, с другой стороны, у многих жителей возникает вопрос, а не остановятся ли депутаты сейчас, когда они как бы выдохнули, праздник отметили. Сейчас сезон лет, слава богу, такое затянувшееся, что не надо даже отопление включать. А если включать, то постепенно. Вот что можно сказать? Депутаты не остановились? Нет, депутаты ни в коем случае не остановились. Мы очень активно и работали летом. У нас было большое количество встреч и с трудовыми коллективами, и во дворах. И сейчас у нас также продолжаются приемы жителей. Мы уже вот с того года провели более 46 приемов. Это мы проводим приемы, потому что у нас в моем избирательном округе это Красково, Малаховка, Марусино. Также мы проводим прием в общественные приемные, которые находятся в Люберцах на улице Кирова. Это около 140 обращений мы обработали. Потому что мы постоянно на связи. Ну и приемы, понятно, есть наши, где мы ожидаем жителей. Также мы выезжаем на встречи, если какой-то вопрос необходимо на месте. То есть, да, безусловно мы. А какие вот на сегодняшний день традиционный вопрос, который задается всем депутатам, вот вы говорите, 140 сообщений. Что это были за сообщения? Вернее, что это за обращения? Обращения. Ну, это часто вопросы какого-то частного характера. Вопросы касаемо жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства. Чаще это вопросы такие. Что-то удается решить сразу, что-то приходится брать в работу, брать паузу, соответственно, взаимодействовать с администрацией или с управляющей компанией. И уже потом отдельно связываемся с жителем и докладываем о результате. А были такие какие-то выпиющие нарушения с точки зрения там обслуживания жителей, когда нужно было, ну, прям серьезно разговаривать с какими-то предприятиями? Или это вот просто, ну, мы же понимаем, что, скажем, ЖКХ здесь подкрутил, значит, там что-то произошло. Ну, это такая, как живой организм. Ну, это действительно живой организм, потому что есть где-то недочеты сотрудников, понимаете, эти люди. Ну, таких выпиющих уже, наверное, в данный момент нет. Это все-таки ушло уже, да. Ну, есть над чем работать, безусловно, они с этим тоже согласны. Поэтому друг друга поправляем, помогаем и выходим к результатам. А как у вас же изначально вы получили наказы? Вот те наказы, которые были еще до, ну, фактически до выборов, да, потому что если выберут, вот, значит, вам наказы. Они все выполнены или некоторые такие еще долгосрочные есть? Безусловно, долгосрочные, и они в работе. Мы все эти наказы обработали, передали их в комиссию, депутатские комиссии, которые уже дальше работают над ними. То есть ничего не положили под сукно, что называется? Нет, нет, нет. Это все в работе. Безусловно, мы сейчас пройдет какое-то энное время, мы еще раз все это обсудим, проведем анализ, да, что сделано, что удалось, что не получилось. Но люди, наверное, обращаются. Мы там наказ давали, где, а когда ответить это нам? Безусловно, даже мы встречаемся, те же люди, где-то вопросы уже решены. Даже мы нас бы об этом не информировали, администрация уже решила те или иные вопросы. Мы уже просто видим, что есть результат. А вот дворовая история, потому что лето – это такое время, когда можно что-то делать во дворах, или, по крайней мере, жители могут обратиться. Не знаю, там кто-то спортивную площадку хочет или поменять, или создать ее, или починить. Кто-то хочет шлагбаум куда-то перенести, кто-то асфальт может хочет положить. Были такие обращения? Да, конечно, безусловно. И как это работает? Также у нас будет, о чем я говорил, что приходили встречи в летний период, записывали, также это брали в наказ, и, соответственно, все это передаем в администрацию, в исполнительную власть. А кто принимает решение, что да, вот, например, во дворе этого дома, там прохудился асфальт, и мы, наверное, вот будем этот кусочек класть? Очень часто происходит, вот жители говорят, нам вот там нужна детская площадка или дорога. Мы начинаем в этом вопросе разбираться, но оказывается, что уже запланировано. А уже? Да, что уже, ну, зачастую, очень часто, вот в последнее время мы стали с этим фактом, что зачастую уже запланировано, что, говорят, детская площадка, уж даже сроки, понятно, будет тогда, дорога будет сделана. Ну, ничего, двойная проверка. Ну, да, получается, да. Те вопросы, которых нету, мы говорим, что жители просят, дорога, ну, и, соответственно, уже смотрят, говорят, значит, на будущий год будем планировать, закладывать бюджет. Сейчас очень часто голосование проходит на госуслугах. Да. Те же детские площадки, дороги, где жители, мы, соответственно, также, я думаю, ЛРТ и в социальных сетях информируют. Мы стараемся жителей немножко тоже в этом проинформировать, дать им какой-то, так сказать, импульс для того, чтобы они проголосовали, да, для своей улицы сказать, вы же хотели, просили, ну, давайте участвуйте вместе. Но, конечно, возникает вопрос, когда мало жителей на улице, есть улица, да, а там проживает, ну, не знаю, там, 5, 6, 10 домов. Все это мы говорим о частном секторе. То тут уже, соответственно, подключается администрация, область, это программы, в которые мы стараемся эти улицы тоже включить, чтобы не оставить без внимания. Я понимаю, насколько депутат, вот, опять же, желания-то могут быть безграничны, да, у населения, тем более, наверняка, у вас есть, ну, скажем так, активные дома, где люди вот видят, что дело пошло. А мы еще сейчас попросим тут, я не знаю, садик сделать, в смысле, ну, цветочный там, или уж не знаю, что можно придумать еще. Ну, это нормально, если люди хотят, чтобы это развивалось, они готовы даже в этом участвовать. Насколько сегодня доверие к депутату, это я сейчас не только про вашу работу, про работу ваших коллег, насколько сегодня население видит, что, да, депутаты городского округа любятся, вот если они наказ этот берут, выполняют, выполняют в срок, а даже если это, ну, длинное время, но, то есть депутаты работают, у них есть возможности. Верят сегодня избиратели депутатов? Ну, вы знаете, ну, разные мнения бывают. Это, ну, действительно, может быть, надо доказать, да, жителю эту информацию. Кто-то не знает, тоже вот они, и такое мнение имеют, что вот, нет работы, нет результата, показываешь, рассказываешь, соглашаются. Да, или... Они просто не в курсе. Конечно, да, хорошо, когда, если там соседи или знакомые рассказывают, это тоже определенный успех. Ну, для всех хорошими не будешь, безусловно. Поэтому, ну, стараемся, информируем, показываем свою работу. Достаточно плотную информацию размещаем в социальных сетях. А вот эти активные люди, которые представители дома, или просто активные жители, вот у вас же с ними тоже, наверное, контакт постоянный, да? Да, конечно, мы общаемся с ними, ну, стараемся, просим их передать, если как-то удалось что-то решить, вопрос. Понятно. Идет общение. Вот тут еще такое социальную сейчас сферу затронем, потому что, ну, это тоже как бы депутат, когда где-то кого-то обидели, ну, скажем, такая правовая какая-то защита, или медицинские какие-то вопросы, ну, они самые разные могут быть, да? Кто-то, ну, пойди к депутату, обратитесь в там, и какая-то, например, на пенсионная помощь, да, или просто денег просят, да? Вот много таких обращений? Таких вопросов достаточно. Достаточно этих вопросов. Ну, мы стараемся ли направить в определенную службу, где готовы оказать ту или иную помощь. Поэтому направлены, да? Да. Где-то мы пытаемся там тоже как-то поддержать, оказать содействие. Потому что мы очень плотно общаемся и советам ветеранов, и обществу инвалидов. Также мы постоянно их поддерживаем. То есть со всеми общественными организациями? Да, со всеми общественными организациями мы ежемесячно встречаемся и с руководителями, и помогаем им в организации мероприятий. Ну, о помощи еще во второй части поговорим. Тем более, что, ну, и ваша профессиональная деятельность тоже с этим связана. Но тут же ж у нас время 1 сентября, да, отгремело День Учителя. Ну, то есть такой образовательный осенний. Осень – это время образования. Обращались ли к вам с проблемами там в школу записать или в детский садик, или, может быть, где-то кому-то отказали в чем-то? Ну, у нас на нашем округе, вот в Малаховке, была реконструкция, капитальный ремонт гимназии 46. Переживали родители, что не успеют. Ну, слава богу, все получилось, да. Ну, были какие-то вопросы, вот, касаемо этого. Ну, слава богу, успели строители в срок, дети зашли. А кто их подгоняет? Я же так понимаю, что там депутаты всех уровней, наверное? Депутаты всех уровней. Мы проводили контроль госпрограмм, куда именно входит строительство образовательных учреждений. Вот в данный момент на нашем избирательном округе, вот в Малаховке, была капитальный ремонт 46 гимназии. И вот строится у нас в Красково школа на 1100 мест. Да, ну, вот сроки немножко задерживаются, но надеемся... В следующем году? Или чуть позже? Ну, я думаю, что в следующем году должны завершить. Там были какие-то определенные сложности. Обещали, что в следующем году точно должны завершить. А школа нужна? Школа необходима, да, чтобы исключить вторую смену. Да, и то, что детей, слава богу, прибавляет, дети есть. Ну да, мы об этом говорили, и с главой говорили по поводу того, что, конечно, городской округ Люберца, он очень резко изменился в плане, ну, благоприятности для жизни. То есть народ сюда едет, даже просто вот живут, могут работать в Москве, но для того, чтобы хорошо жить. То есть раньше, например, в субботу-воскресенье уезжали в Москву гулять, да, сейчас вполне можно отдохнуть здесь и парковые зоны и так далее. Но мы сейчас сделаем небольшую паузу, во второй части продолжим. Напомню, что у нас в гостях Вячеслав Губин, депутат депутатов городского округа Люберца. Дождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. У нас здесь в студии депутация, это депутатов городского округа Люберца Вячеслав Губин. Говорим о... Кстати, тяжела же жизнь депутата. Вот хочется иногда отключиться, чтобы вообще никто не трогал. Или не получается? Да нет, это, наверное, не получается. Ну, я думаю, что вряд ли у депутатов есть такое желание не общаться или отключиться. Но это все-таки такая работа наша, на которую мы сами позволили пойти, поэтому... Но она уже выстроена, все-таки время уже прошло много. Я так понимаю, что у вас и помощники есть и так далее. Но есть и основная профессия, которая вот как-то там еще с революционного времени у нас это название существует – райпотребсоюз. Вот насколько поправьте меня, представитель Совета райпотребсоюза возрождения, я так немножко укоротил, может быть, название. И почему мы говорим именно о вашей работе? Потому что оказывается вот этой самой системе потребительской кооперации Московской области в этом году 125 лет. Такой огромный срок, две фактически человеческих жизни. Вот чем сегодня занимается райпотребсоюз? И вот это название, которое с тех времен. Чем вы занимаетесь? Ну, я скажу, да, что 125 лет – замечательная дата системе потребительской кооперации Московской области. Наши представители есть практически во всех районах Московской области. Больше трех тысяч сотрудников в нашей системе. Так что вся, в принципе, история, наверное, торговли и нашей страны связана с потребительской кооперацией. Ее частичка всегда есть, и мы надеемся, что и будет. Потому что система потребительской кооперации всегда считалась помощником государства. Ну, вот как она сегодня работает? Потому что слово «кооперация», я же почему говорю, оно сразу каким-то тем временам, потом потребительское такое красивое слово. Как она работает, система? Ну, в данный момент, конечно, она немножко переформатировалась, усовершенствовалась. Мы занимаемся разноплановой деятельностью. У нас есть и магазины, и базы, и склады, и рынки, аптеки, рестораны, спортивные, фитнес-клубы. Ну, вот аптеку возьмем. Как вы? Что вы мне хорошего сделаете от аптеки? Нет, ну, у нас вообще... В уставе прописано первой строкой. Значит, не получение прибыли задача стоит, а удовлетворение пайщиков в товарах и услугах. Ну, соответственно, уже и жителей. Поэтому мы стараемся разнообразить то, что есть на нашей площади. Мы решаем на собрании, где какие объекты должны быть и располагаться. Если, соответственно, вы наш пайщик, у нас есть скидка в данных местах. Это и рынки, и магазины, и аптеки. Предоставляем скидку. То есть вот человек такой приходит, да? Ну, примерно, как это было и раньше. Если ты состоял потребительскую операцию, у тебя был доступ к большему количеству товаров, ассортимент. Так же и здесь. Ну, вот мы же живем век, когда, ну, к сожалению, возникают всякие проблемы. Людям предлагают вступать в разные организации, которые какое-то время даже еще существуют, с новыми названиями, с какими-то невероятными возможностями. И поразительно, люди с удовольствием туда идут. Ну, кто-то успевает какие-то деньги даже заработать. Ну, там, финансовые пирамиды и так далее. И некоторые потом прогорают, что называются. Вот как вам удается 125 лет, да, существовать? Ведь это тоже такой, ну, процесс завязан на людей, да? На то, как они будут это действовать. Да, у нас, конечно, безусловно, люди, те, кто попали в потребительскую кооперацию, обычно оттуда уже не уходят. Все остаются. В хорошем смысле слова. Да, да, в хорошем смысле слова. Работают по много-много десятков лет. Мы поддерживаем наших пайщиков, наших ветеранов. У нас есть положение о почетном кооператоре. Мы ежемесячно таким людям. Это те люди, которые, ну, активно работали, которые и сейчас нам помогают. Они получают, я бы сказал, значительную прибавку к пенсии. Да, ежемесячно мы оказываем им такую помощь. Мы их, безусловно, поздравляем со всеми праздниками. Во всем этом поддерживаем. А вот какова основная задача сегодня? То есть побольше привлечь людей, потому что это помогает, ну, собственно говоря, и потребительству, и кооперации. Это же помогает, когда люди, ну, активно, да, вовлечены в процесс. Вот как-то ведется эта работа по приглашению для того, чтобы остаться там навсегда, а потом хорошую пенсию получить? Ну, такой активной работы в данный момент мы не ведем, потому что нам, в принципе, на сегодняшний момент то количество пайщиков, оно нам хватает, оно достаточно. Мы самодостаточные, поэтому развиваемся. Да, мы ведем большую, вот я хотел сказать о том, что социальную работу у нас есть. Это как раз совпадает у вас, да? Да, проект. Это вот мне помогает как и депутату, как и руководителю, что социальная миссия, мы помогаем многодетным семьям. Это более 125 семей по всей Московской области ежемесячно оказываем продуктовые наборы. То есть это такие достойные продуктовые наборы, который им помогает. То есть вот это конкретный пример работы, да, как это действует? Ну, вернемся к депутатской деятельности, потому что сейчас что-то подсказывает и мне, я думаю, многим телезрителям осени как таковой у нас не будет, а скорее всего внезапно придет зима. Она же всегда внезапно приходит. И как-то так, и всегда немножечко страшновато. Мы ждем это и с точки зрения снегопадов, подготовки улиц, и с точки зрения уборки дворовых территорий, и с точки зрения, раз лампа перестала работать, где-то замыкание, ну, как бы погода есть погода, все что угодно может произойти. И депутаты как-то особенно готовятся к новому сезону, плюс отопление, опять же, где-то обязательно должно что-то прорвать, как мы понимаем. Как вы готовитесь к этому? Ну, к этому готовятся, я думаю, те учреждения, которые обслуживают. Ну, это само собой. Дороги, тепловые узлы, это водоканал. Ну, вы же понимаете, что к вам тоже будут обращаться, если что? Не, ну, безусловно. Ну, сейчас идет подготовка к отопительному сезону, точнее, она уже даже подходит к завершению. А вы к шею курируете, проверяете что-то? Ну, мы бываем на каких-то предприятиях, это на водозаборных узлах, на котельных, которые готовят. Поэтому тоже нас приглашают, также для того, чтобы у нас было понимание, если возникнут вопросы у жителей, а как там с котельной вообще сделали что-то, или прошла какая-то профилактика, чтобы мы могли на эти вопросы ответить. Ну, и сами были в этом убеждены, что действительно все работает, все функционирует. Ну, мы так надеемся, что вся техника, если у нас неожиданно будет снегопад, справится, потому что очень достаточно много техники было закуплено новой, насколько я знаю. Да, я думаю, что это и глава все это покажет перед началом зимнего сезона. Ну, а какие-то... Я прекрасно знаю, понимаю, что постоянно идут совещания. Во-первых, комиссии работают, да, депутатские. Они же работают, правильно? Вот, и собирается, собственно говоря, совет. Вот перед зимним сезоном будет какой-то особенный совет? Я просто, знаете, как журналист всегда вынужден рассчитывать на худшую погоду, там, на большое количество снега и так далее. Вот поэтому, насколько мы заранее к этому готовимся, ну, лучше, как это, профилактика, чем заболевание. Ну, это да. Но перед советом депутатов, возможно, что выступят начальники водоканала, теплосети, обслуживающие, да, расскажут, там, замглавы по ЖКХ, которые расскажут о том, что готов ли наш городской округ, какие проблемы у нас были, все ли мы решили, доложат нам о том, что мы готовы, мы будем это знать. Но если мы получим сигнал от жителей или у депутата будут какие-то вопросы, то дополнительно мы можем этот вопрос поднять, рассмотреть на комиссии и вынести или на совет депутатов. И вы же, я так понимаю, можете и с администрацией тоже сотрудничаете, потому что, ну, депутатский корпус, он же так немножечко должен подглядывать за тем, как администрация работает. Ну, конечно, конечно, мы это видим. Это взаимодействие, оно постоянное происходит, да, постоянное взаимодействие, если эти вопросы решаются в реальном времени. Если вам какой-то вопрос требует более внимательного рассмотрения или нужна помощь коллекции, соответственно, это выносится или на комиссию, или на совет депутатов. Ну, скорее всего, сначала это первоочуведная комиссия, где это обсуждается, возможно, этот вопрос будет решен. Да, и уже дали на совет депутатов. Ну, и последнее, давайте напомним, как вас можно найти нашим возможным избирателям или, может быть, людям, которые заинтересуются потребительской кооперацией, потому что так интересно рассказали, захотелось как-то. Именно потребительская кооперация. Именно, ну, потребительская кооперация, я думаю, если они вас найдут, они зададут. Именно как депутата, где вас найти, напомним, часы приема. Да, депутатские приемы проходят первый понедельник в поселке Коренево. Это в Коренево. Да, вы там лично принимаете? С 18-20 лично принимаем. Второй понедельник – это Красково в здании территориального управления Красково. Третий – в поселке Малахвка, территориальное управление Малахвка. Четвертый – это в Марусино на территории управляющей компании, где находится офис. А вы вместе с кем-то по очереди? Нет, у нас то, что четыре депутата, мы все вместе стараемся проводить приемы. И люди приходят. Не бывает такого, чтобы пришли, и никого нет? Или бывает? Это же такое показательство. С одной стороны, вроде, хорошо. Ну, это больше в летний период. А, в летний период. В летний период, да. Поменьше людей, потому что уезжают на дачи. Хорошая погода, всем хочется погулять, пообщаться. Ну, и вот уж самое последнее, все-таки вернусь как потребительская кооперация. Мы же рассматриваем этих людей, ну, и пайщиков, и тех людей, которые состоят в этом таком союзе. Это же союз. Это люди, ну, с повышенной такой деловитостью, да, с повышенным каким-то, ну, передовой такой, да, состав. Вот скажите, что нужно, чтобы у человека была какая-то не только потребительская жилка, чтобы потреблять что-то, но и что-то изготавливать, что-то придумывать, двигать вперед, вперед, в том числе и наш городской округ Люберца. Вот откуда это, где этому учат? Где учат? Ну, я думаю, что это, в первую очередь, должно быть желание. Желание что-то сделать, воплотить. И это, я думаю, в первую очередь все в этом стоит. Должно быть желание и понимание, чего ты хочешь. Ну, а если заметят, то, может, еще и помогут, как говорится, руку подадут. Нет, ну, безусловно, система потребительской операции вообще создавалась, что это система взаимопомощи, поддержки. Поэтому мы все вместе. Если бы мы были бы порознь, то это уже другая история. А так мы единый кулак. Да, и получается. Система потребительской операции Московской области. Все мы вместе, другу помогаем. Также мы приезжаем к своим коллегам. Кто-то открыл хлебопекарню, кто-то открыл какой-то логистический центр. Мы также приезжаем, смотрим. Иногда завидуем. Но видите, как похоже. Как сейчас говорят, как это здорово бьется с вашей депутатской деятельностью. Иногда тоже хочется так же все сделать. И стараемся, стремимся сделать лучше. Ну, отлично. Александр Александрович, мы желаем вам удачи, всем вашим коллегам-депутатам, чтобы все наказы, ну, по срокам сдачи все получилось, чтобы у нас спокойно началась зима, чтобы все работало. Ну, там были какие-то мелочи, но мы их быстро решали. Приходите к нам еще, вот, жизнь депутата продолжается. Ну, а это была программа «Открытый диалог». Вел ее Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова